И мы всегда были вместе с ним, будем до конца. То, что произошло в аэропорту, ну, я могу сказать честно, я был скрытым свидетелем, что там происходило на самом деле. Об этом не знал даже ни Каваш канал, который все это снимал, никто не знал, что это находилось. Я находился, я видел, как на самом деле все произошло. Произошло так, что руку протянули первые рукопытяны. А то, что Арсен представил, кто он на самом деле есть, это нужно было делать, потому что все считали, что он уже на мире ином. Но, слава богу, он мой друг жив-здоров и будет, я надеюсь, жить еще лет 200. И воевать он на плечо, а на плечо. И рука была протянута первыми рукопами. И просто, знаете, мы придерживаемся Арсена такого плана, мы уважаем своего врага. Пускай какие-то не дерьмовые, но они-то наши враги. Их нужно уважать. И Арсен, я считаю, он сделал правильно, я его поддерживаю. Был бы я на его месте, может быть, делал бы то же самое. Я был там, я все видел реально, больше, чем вам показали, показали вам телезрители по телевидению. И могу вам сказать, что не судите Арсена, я считаю, что он сделал все правильно. К сожалению, вот это обидно, что моего друга поставили, на него такой сейчас удар идет, непонятно какой. Я не понимаю, реально. Он не заслужил такого отношения к себе, он столько сделал, что в Славянске, Семеновке, Ямполе, Николаевке. Я воевал с ним постоянно вместе, и мы с ним, я знаю, что он очень способен. Никогда никому не, он не испытывал ни жалости, ни ничего подобного. Он уважает своих врагов, так же, как я их уважаю. И я прошу вас, перестаньте давить на Арсена. Это неправильно, по этим моим словам. По-моему, Арсен и его батальон себя показывают с положительной стороны. И никто его не обвинил, что он кого-то выпустил, обменял, за деньги там. И этого никогда не было, и не будете, слава богу. Я вас прошу, аэропорт под нашим контролем. Да, там сидят несколько, пару десяток... Ну, пускай сидят, ради бога. Они вам мешают, а у них ничего нет. Ну, привезли им пожрать, ну ладно, ну, мы тоже люди. Да, вы можете нас осудить, зачем, ну, хаим дохнет. Ну, поймите, когда мы берем пленных, мы же их тоже кормим, одеваем, переодеваем, лечим даже. Понимаете? Это закон о войне. Мы от них никуда не денемся, понимаете? И ни окосливо, ни со стороны Захарчика, ни со стороны Кононова, ни со стороны Моторолы, ни со стороны моей. Нет и не будет. Здорово, Вомик! Ну, че вы? Домой? Сюда еще к нам приедете? Что, ребят, долго бодать с тобой? Ну, если честно, уже устали. Устали. Уже хочется мира, да. Войны уже не хотим. Ребят, я с***ю служу, когда этот прием начнется. Ну, просто уже должны, ну, люди, да. Мы должны мириться, поэтому давайте, не будем ругаться, вот. Как у нас по сегодняшний день так идет, давайте как-то устаканивать это и, соответственно. Вопрос, на сыпь. Да? В общем-то, я... Ну, смотри, вопрос такой. Да, ну, приблизительно, чтобы я понимал, когда мы будем реперации, какого будет. Двухсотых, чтобы забрать. Ну, как вы будете готовы, так мы и будем. Класс!